11 команд из школ средних специальных учебных заведений Лобинского района проходят, как задано условиями игры по маршрутам здоровья. Каждый этап – это станция с определенным заданием. Все связано со здоровьем и правильным образом жизни. Вот одна из таких станций. Станция называется «Мешочек здоровья». Суть заключается в том, чтобы угадать, что находится в мешочке. Но тема была задана уже, что находится для здорового образа жизни. Каждая команда прошла очень быстро, отгадала все. Все легко угадывали. Некоторые были затруднения с витаминами, говорили, что это и горох, и пульки, и разные. Но все-таки под конец поясняли, что все-таки здоровье, и они все-таки угадывали. Новая игра требует от команд не только хорошей спортивной формы, но и быстроты реакции и мышления. Все этапы оцениваются на скорость, но нужно еще и слова о здоровье составить. Пропагандируя здоровый образ жизни и в рамках профилактики социальных явлений, мы для лобинской молодежи разработали новую спортивно-приключенческую игру. По-лобински стильно быть здоровым, жить активно. И нам очень приятно, что на наше предложение откликнулось столько команд. Сегодня участвовало 11 лобинских команд. Это ребята здоровые, активные, позитивные. Конечно, эта игра уникальна тем, что она сочетает в себе и спорт, и интеллект, и находчивость. И в каждой команде, для нас это очень значимо и важно, присутствуют подростки, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Впервые на таком мероприятии, очень хорошее, классное мероприятие, всем нравится. Вот с командой ЛМК сейчас пытаемся выбить себе победу. Ну, отличные, позитивные игры. Пусть проводятся такие игры каждый год, каждый месяц. Название команды себе придумали самые необычные. Говорят, это придает уверенности. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет, считают крутые перцы из станицы Чемлыкской. Просто как-то оригинально, и по-современному. Не то, что там, не знаю, там, Легион, ну что это за название, я не знаю, это не прикольно. А крутые перцы как-то необычно, и с изюминкой. Мы огонь просто. Да, мы перцы, самые в мире перцы такие крепкие. Крепкие. Впервые команды поддерживали группу чир-лидеров. И впервые их выступление оценивали жюри в конкурсной программе. Девочки с помпонами репетируют движения перед выходом. Это для поддержки спортсменов. Команда «Орион». Для команды «Орион» это. Мы поддерживаем, чтобы они победили, чтобы «Орион» стал победителем. Мы вот будем им в окон. За выступлением чир-лидеров и соревнованиями команд внимательно следил начальник управления физкультуры и спорта. Виктор Мирошниченко видит пользу в такой занятости молодежи и высоко оценивает спортивные возможности молодых. Я внимательно смотрел все виды программы. В первую очередь, конечно, надо отметить, что это задор, интерес, живое такое движение. И видно, что никто не находится в стороне. Все двигаются, двигаются. Конечно, это не спорт большой к достижению, но это связано с физическими упражнениями, с разминкой, с физической культурой. Поэтому мне понравилось лично, что дети у нас двигающиеся, активные и довольно жизнерадостные. Итог соревнований. Первое место взяла команда Лобинского медицинского колледжа. А среди чир-лидеров лучшими стали спортсмены из станицы Чемлыкской. Я очень довольна выступлением наших девочек, умницы. Они показали класс в этом виде спорта для нас нового. И я очень горда ими. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.